А мы будем давать прямой эфир с площадки. Смотрите, не пропустите! Ренат, это не шутки. Станешь болтать, тебе хана. Я тебя разорю, врубаешься? Смотри, как похуже себя не сделала. Да плохо все. Вот что непонятно? Да, паршиво. Она собирается все рассказать. Если ее не заткнуть, будут большие проблемы. КОНЕЦ 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 В общем, погибшую зовут Рената Ярцева, 27 лет, не замужем. Она, собственно, и является владелицей этого солярия. Она в это время одна была? Ну, все работники уже разошлись. Погибшая, пока загорала, возможно, слушала музыку в телефоне. Мобильный, не работает. Либо его пеной от огнетушителя залило, либо тоже коротнуло. Ну, да, но вообще солярий, судя по всему, новый, последней модели. Почему его закоротило, непонятно. Ну, штуковина тяжелая. Не попрем же мы ее в ФС. Ну, да. Я думаю, что холоду надо размять свои конечности и разобраться на месте с этим делом. Смерть от удара электротоком. А во всем остальном, Галя, она абсолютно здоровая девушка. Залил записи с камеры в солярии. Давай-ка посмотрим кино. Оживил я телефончик. Жалко, что с хозяйкой так не получается. Машина зарегистрирована на марку Коршунова. Бизнесмен, 43 года. Да, судя по фото с водительского удостоверения, это он сказал, что погибший. В телефоне Ярцевой. Переписка с Коршуновым. Слушай, ну, поначалу все нежно, романтично. А вот недавно начались угрозы. Давай-ка скинь нашим адресок этого вот Коршунова. Возможно, он не ограничился угрозами. Ну, а я в солярий поеду. Останься за старшую, а я попытаюсь на месте разобраться, из-за чего там все это произошло. Там короткое замыкание, что там замкнуло, клинануло. Кремль, загар, не забудь. Я воздержусь. Я вижу, ты мечтаешь, чтобы я был жареной курочкой. Федеральная экспертная служба, капитан Шустов. Гражданин Коршунов, капитан Березин ФС. Владелица солярия Рената Ярцева погибает в собственном солярии. Причина смерти – удар электрическим током от короткого замыкания. Незадолго до смерти Рената ссорилась со своим любовником Марком Коршуновым. Коршунова задерживают. Ну, скандальны мы с Игнатой. И что? Ярцев была вашей любовницей. Ну, была. Но у нас все закончилось. А вот она хотела эти отношения подать огласки, понимаете? Жена бы со мной развелась. И вы пришли к выводу, что проблему нужно решать радикально? Это вы сейчас на что намекаете? А Рената погибла в солярии. Это же был несчастный случай. Правда? Электропроект здания в норме. Я выяснил, в чем дело. Что стало причиной замыкания. Таракан? А в блоке управления их десятки. Ну, вообще, как известно, тараканы набиваются в электроприборе. Да, да. Их тянет в тепло. Особенно в темноте. Ну, а откуда их столько? Я тебе скажу больше. Там среди прусаков есть несколько мраморных тараканов и даже один мадагаскарский. Так их специально разводят. Сомнительно, что сами собой завелись тараканы таких разных пород. Это практически нереально. Так, ну что получается? Ярцева совсем недавно погасила кредит на открытие солярия. Да, замыкание в аппарате вполне могло его разорить. Тем более, если бы производитель признал случай негарантийным. Да тут все просто. Можно было распотребить надзор. Нагнать на тараканов. И лавочку прикрыли. Вообще-то, санитарные требования к соляриям очень строгие. Слушай, а вот в качестве бреда. А что если это Коршунов специально запустил солярию тараканов, но тем самым разрушит бизнес бывшей любовницы? Зачем им это надо? Коршунов таким образом свои проблемы бы не решил, а только, наоборот, разозлил бы ее. Нет, я думаю, тут что-то другое. На одежде Коршунова никаких следов тараканов нет. Хотя, казалось бы, если приобрести пару-тройку сотен, одного-двух можно и раздавить ненароком. В квартире и в офисе аналогично. Никаких следов этих. Спасибо. Ну и что, никто из работников солярия тараканов тоже не видел? Так, тараканов обычно разводят владельцы террариумов. Ну да, чтобы кормить там ему всяких ягуан, ящериц, змей. Если в доме есть террариум, и владелец не доглядел, то как бы его основные питомцы не разбежались? Или не расползлить. Не хватало еще в подъезде встретить питона или варана. Скорее всего, тараканы пробрались по воздуху водам из квартиры над солярием. Так, ну в других квартирах на втором этаже тараканов нет. Осталось только эта. И она как раз над солярием. Да? Ну в ней, похоже, тоже никого. Квартиру понадлежит Людмиле Толоконниковой. Угу. Да, и… Так это, я же говорю, одна Людка живет. Олдовела. Лет семь назад инфаркт у мужа приключился. Земля им будет пухом. А дети? Ну, какой там? Дочка у нее, Настя, студентка, так и в общежитии живет. Только на каникулы, считай, и приезжает. А Толоконникова на пенсии? Ой, на пенсии. Небось, целыми днями дома перед телевизором сидит. Артрит у нее, тяжело ж, мы на втором этаже. Кровь. Будете понятыми. Дочь Людмила Анастасии Толоконникова, 21 год. Действительно студентка. Так. Учится в Лисецке в политехническом. На веб-разработчик. Четвертый курс уже. А вот и источник тараканов. Да тут все вверх дном. Поспешные сборы или что-то искали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если это Локонникова и собиралась, то в попыхах, даже зубную щетку с собой не прихватила. В основном, Толоконникова звонила дочери. Мобильный телефон обеих Толоконникова выключено? Никаких связей между Людмилой Толоконниковой, ее дочерью и Коршуном выявить не удалось. Не похоже, что Марк договорился с Людмилой выпустить ее в квартире тараканов, чтобы они набежали в солярий. Да и схема слишком сложная. Навредить бывшей любовнице можно куда проще. Получается, смерть Ярцевой, это и правда несчастный случай. Из родственников у Людмилы Толоконниковой есть еще девять. Савелий Толоконников, брат ее покойного мужа. Тоже, кстати, поживает в Готымске. У них хорошее отношение? Ну, Людмила уже пару месяцев с ним не общалась. Толоконников богатый бизнесмен. У него мебельный бизнес, свое производство. Мы пытались с ним связаться, но в офисе сказали, что Савелий Федорович сейчас в командировке. Брызги крови в квартире и снаружи входной двери. Отчихание при носовом кровотечении. ДНК крови совпадает с ДНК зубной щетки. Видимо, кровь принадлежит исчезнушей, Людмилу Толоконниковой. Слушай, смотри, фрагмин в жевательной резинке – это губная помада черного цвета. А ДНК слюны? К сожалению, могу сказать только то, что она женская. Увы, в базах отсутствует. Кстати, это не ДНК дочери Толоконниковой. ДНК зубной щетки неродственная. Прислали медкарту Людмилы. У нее действительно артрит, как и говорила соседка. Плюс утонченные сосуды и частые носовые кровотечения. Звоню в институт Анастасии в Лисецк. Ну да, может она знает, где ее мать. Алло. А, деканат? А вас беспокоит Андрей Холодов из Федеральной экспертной службы. Меня интересует одна ваша студентка четвертого курса, Анастасия Толоконникова. Игорь, давай-ка срочно в Лисецк. Да-да, в общежитии. Настя Толоконниковой. У нее парень есть, Олег Овчаренко. Да, сейчас кину. Делайте ставки. Ну, раз, два, три. Начали! Давай-давай-давай! Давай-давай! Давай-давай! Здрасте! Эти тараканы все общежитие заполонили. Ну, администрация института вызвала этих дезинсекторов, они тут все подчистили, хорошо, еще нас не отравили. На самом деле, ничего смешного. У этих дезинсекторов, терминаторов, у них какая-то боевая химия, отвечаю. Ну, а эти-то откуда? Эти? Этим я жизнь спас. У меня даже два мадагаскарских было. Летающих. Вот, я и подумал, если есть тараканы, почему бы не устроить таракане бегать, что такого? Ничего. Тараканов мы изымаем. На каком это основании, интересно? На основании жестокого обращения с животными. А также незаконные организации тотализатора, неуплаты налогов, продолжать. Ладно, забирайте. Забирайте. Когда точно появились тараканы? Ну... Где-то примерно в конце каникул. Нам в деканате рассказали, что вы встречались с Настей Толоконниковой. Ну, встречался. Скорее, подкатывал. Настюха, она такая замкнутая всегда. Она все время пропадает в своем интернете, в соцсетях. Когда вы увидели с ней последний раз? Да вот примерно тогда я ее видел. Незадолго до того, как этих травить начали. А потом... Она мне звонила. Точно. Она мне звонила. Она сказала, что ей подвернулась какая-то стажировка. Что ей обещали какую-то фантастическую стипендию, трудоустройство, общежитие. В общем, она сказала, что возьмет академ. А покажите нам ее комнату. Да без вопроса. Только там галяк. Она же все вещи, когда сваливала, с собой забрала. Ну, стажировка. Повезло. Настюха вообще всегда была везучая. Никаких следов стажировки. Кто предложил, где, как, почему, на каких условиях? В ДКонате тоже про стажировку не знают, но они подтвердили, что Толоконникова им звонила. Она хотела уточнить про академ, но окончательно вопрос не решила. Обещала заехать. Ну, вещей нет. Даже щетку забрала. Может, действительно уехала, а? Ого. Отпечатков-то полно. Угу. Только с ДНК будет сложнее. Ну, так после дезинсекции пот и жировые не могут сохраниться. Вот я и говорю, боевая химия. Настя действительно зависала в сети. Ну, что, типичная женская страничка, перепосты всякой чуши. Котики, клипчики. Угу. Больше тысячи друзей. Подписчиков столько же. Не завидуй. Что задумался-то? Еще что-то вспомнил? Ну, да... Через пару дней после того, как Настя звонила, я обнаружил у нее в комнате какую-то девицу. Не из нашего института. А как выглядела эта девица? Ну, такая прям ничего себе. Она вся в коже. У нее волосы в три цвета, серьги в ушах, там помада черная на губах. Прелесть просто. Эй, ты кто? Что здесь забыла? Хотя в институте не видел. А я думаю перевестись к вам, наверное. Смотрю, у вас тут такие симпатичные мальчики учатся. Мальчики, да, симпатичные. К слову сказать, на нашем потоке еще и самые умные. Я вот, например, Олег. А ты чего, Олежек, руки-то распускаешь, а? Отпечаток с куртки Олега Овчаренко принадлежит Горской Владиславе Михайловне. И как пальчики Владислава Михайловны попали в базу? Условный срок по 272-й. А неправомерный доступ к компьютерной информации? Горская хакерша, живет в Малиновске. Она отличилась тем, что взломала банковский счет местного депутата и перевела все его деньги на счет детского дома. Ого! И по ДНК совпадение? На жвачке из квартиры Людмилы Толоконниковой слюна Горской? Значит, Горская побывала и в общаге Насти, и у ее матери. И потом мать и дочь исчезли. И везде присутствуют тараканы. Очевидно, здесь есть связь. Ну, среди друзей Анастасии Толоконниковой в соцсети Горской нет. Думаю, что самое время нашим скататься в Малиновск. Гостик этой хакерши с черными губами. Рената Ярцева погибает во время сеанса в солярии от короткого замыкания. Причиной стали тараканы из квартиры Людмилы Толоконниковой, расположенные над солярием. Людмила исчезла. В ее квартире найдены следы крови. Дочь Людмилы, Настя Толоконникова, тоже пропала. Комната Насти в общежитии тоже подверглась нашествию тараканов. В квартире Людмилы и в общежитии Насти найдены следы, принадлежащие хакеру Владе Горской. Ну, хорошо, что хоть тут тараканов нет. О, смотри-ка, тут у Горской целое расследование. Фотографии обеих Толоконников. Ну, понятно, этого следовало ожидать. Компьютер запаролен. Ну, ничего, Андрей разберется. Так, а это что такое? Товарный чек на GPS-маяк. Жучок-с. Тараканы, жучки. Прямо одни насекомые. Скоро что, клопы у нас появятся? Возможно. Так, это что, похоже на банковскую карту, да? Да, похоже. Запросил данные на маячок у производителя. Попробуем отследить. Все фото взяты из соцсети Анастасии Толоконниковой. Зачем они, Горской? Я думаю, что по этим фотографиям Горская отследила адрес Людмила Толоконникова и Уготымски. На пометках даты, координаты, узнаваемые объекты. На стикере действительно номер банковской карты? Да, угадаю. Карта не Горская, а очередного депутата. Не совсем. Карта принадлежит полицейскому Малиновскому ВД. Ефиму Флягину. Ну, такую девицу сложно забыть. Припоминаю, как же, она приходила с заявлением. По какому поводу? Послушайте, девушка, как вас там, Горская? Я уже велел не пускать вас в отделение. Вы решили меня на улице ловить, да? Да я еще раз вам говорю, что мою подругу похитили. Вы обязаны принять у меня заявление. Она толковала про какую-то... Анастасию Толоконникову. Так Толоконникова и Горская все-таки подруги. Я взломал комп Горской. Пришлось немножко попотеть. Они действительно подруги, но виртуальные. Профили Горской, вымышленное имя, вымышленные фамилии. И нет личных фотографий. Ну, неудивительно. Для хакера анонимность – это главное. Вот эта Горская, она все время говорила про какой-то... ...флешмоб в сети. Ну, я в интернетах не сижу. Блавство это. Во время флешмоба пользователи сети объясняли, как могла выглядеть их страница, если бы их похитили. И что? Да то, что у Насти, она так и выглядит. Слушайте, я не приму у вас заявление. Вы не родственник. У меня нет основания верить вашим словам. В общем, эта девица несла какую-то ахинею. Ефим Яковлевич, при обыске у Горской нашли номер вашей банковской карты. Кто-то с карты Флягина увел два миллиона. Горская сначала отключила СМС-оповещение банка, после этого взломала интернет-банк и перевела деньги. Насчет детского дома? Нет. Насчет одной волонтерской организации, которая занимается уборкой мусора в лесу и вокруг водоемов. Слушай, юмора Горской не занимать. Деньги мусора пошли на уборку мусора. Нормально. В компьютере Горской я нашел компромат на этого Флягина. Она была уверена, что он берет взятки. По вам, Флягин, будет назначена служебная проверка на предмет соответствия занимаемой вами должности. Флешмоб про похищение был полгода назад. Я отмотала страничку Толоконниковой на эти даты и изучила ее вариант. И что она публиковала бы в случае похищения? Вывешивала бы фото котиков и делала грамматические ошибки. В общем, с момента, как Толоконникова пропала из общаги на эту якобы стажировку. И ее страница выглядит именно так, как она описывала. Присылали доступ к ЧПС Мачкугорской. В общем, сначала он двигался в сторону Готымска, а сейчас положение уже больше судок не меняется. Это очень плохо. КОНЕЦ Это Березин. Мы нашли Егорскую. Ее задушили классическая картина. Цианоз, кровоизлияние в склерах. Ведь Егорская подстраховалась. Она прекрасно понимала, что ввязалась в опасные мероприятия. Даже положила себе маячок в обувь. Надеялась сама выйти на похитителей и спасти Настю. Но, к сожалению, попала к ним в руки и погибла. Похититель заставил Толоконникову делать посты в социальных сетях. Ну, чтобы со стороны выглядела, как в обычной жизни. А она подала сигнал о похищении и только Горская это поняла. С исчезновением Анастасии и ее матери как-то связаны тараканы. Только я не понимаю, как. Дядя Анастасия вернулся из командировки. Более того, он снимает со всех своих счетов деньги и выставил на продажу одну из квартир. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба капитан Шустов, Кадон Березин. Вы Савелий Толоконников? Ну, я. Что вам нужно? Мы пытаемся выяснить местонахождение вашей невестки Людмилы и племянницы Анастасии. Савелий Федорович, если вы будете продолжать молчать, то мы будем вынуждены вас задержать. Меня нельзя задерживать. Сами связались. Люду и Настю похитили. Я собираю деньги на их выкуп. Вот. Коробку подбросили к машине. Это палец Люды. Кольцо семейной реликвии. Оно принадлежало бабушке. Его унаследовал Захар, мой старший брат. И подарил Людочке на свадьбу. Судя по кровенаполнению, состоянию ткани на срезе, палец был отрезан у живой женщины. Это действительно палец Людмилы Толоконниковой? По крайней мере, ДНК совпадает с образцами из ее квартиры. Все плохо. На коробке и вообще никаких отпечатков пальцев и пот жаровых следов. По крайней мере, мы выяснили мотив преступников. Деньги богатого дяди. Странно, что юаней нет. Ну и похититель пошел. Требует выкупы в мультивалютной корзине. Вас точно не заметят? Я не могу рисковать жизнями племянницы Людочки. Кроме них у меня никого нет. С Богом. КОНЕЦ Но похитителю некуда будет деваться. Все отцеплено в радиусе трех кварталов. Ром, а там канализационных люков точно нет? Ну и антидроновую глушилку тоже включили. Там не то что мышь, там таракан не проскочит. КОНЕЦ 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 Все, можем сворачиваться. Он точно не придет. Ну как он догадался-то? Из-за вмешательства ФС и Людочку Настю могут убить, если уже не убили. Мы делаем все возможное, Савелий Федорович. Будем держать вас в курсе. Галина Николаевна, послушайте, ну все его телефоны на прослушке и наружку приставили. Если похитители пытаются с ним связаться, мы об этом узнаем. Женщин могут держать где угодно, зацепок никаких. Я не верю, что ничего нельзя сделать. Давай-ка, я задам одну задачку компьютеру, пусть поработает. Какую задачку? Ну, в объем все, что мы знаем. Место передачи выкупа, место обнаружения трупа Горской, все, что собрали по делу. Ну, это полная безнадега. Ну, а что остается? Сидеть и ждать? Предлагаешь сдаться? Нет. Возможно, найдем что-то общее. Сдаваться я не буду. Какой-то старый, умилый висяк. Двойной убийство с изнасилованием. Аж в середине девяностых. Че она вообще вылезла-то? А, ясно. Трупы двух девушек тогда нашли в лесу в паре километров от местонахождения трупа Горской. Ну, я, конечно, запрошу архив. Забрал деву из архива. Следствие явно велось спустя рукава. На одежде, в телах жертв куча улик. Они сняли пальчики, не сняли их в базу и все. Ясно. А ДНК тогда, конечно, еще никто не анализировал. Играет музыка. ПО-ПОДОГОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ага, на Сильков было трое. Один из них в базе, по другому делу. Жатецкий Дмитрий Олегович. Сел из-за убийства в конце девяностых, погиб на зоне. Следствие даже не докопалось. Да и его участие в двойном убийстве девушек. Молодцы. Слушай, смотри-ка. Жатецкий жил в одном дворе с Савелием Толоконниковым. Валь, а может быть тараканы были нужны именно для этого? Для чего? Ну вот смотри, после появления тараканов в общежитии, там провели дезинфекцию. Что если тараканов запустил Савелий? Чтобы уничтожить ДНК племянниц? Именно. Избавляться от ДНК Людмилы нет никакого смысла. Она ему не родственная. Как же я сразу не сообразил, на коробке с пальцем не было ни одного отпечатка, ни одного пота жирового. Ну и следы самого Савелия просто обязаны были остаться. Вот. И это работает. В пользу версии, что он старается скрыть свое ДНК. Ну точно. Взгляни-ка. Долоконников забрал стаканчик. Нам нужен образец его ДНК. Я же говорил вам, товарищ сержант, я не пил. Давайте я дуну. Давайте. Имейте в виду, сержант. Номер вашего жетона я запомнил. Счастливого пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долоконников, один из трех насильников и убийцы по тому старому делу. Говорю вам, не похищал я ни Людочку, ни Настю. Вы тут что, с ума посходили все? Где ваша применница-невестка? Вы бредите. Я требую адвоката и больше не скажу ни слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то Локонников может их держать. Галина Николаевна, я выяснил личность третьего насильника. Это приятель Савелия Ижатецкого, Поспелов. Он умер пятнадцать лет тому назад от туберкулеза. Но у его бабки есть старый дом в давно заброшенной деревне. Может быть, пленец там держат? Да, сильное обезвоживание, но риска для жизни нет. При обыске в доме под половицами были обнаружены следы давно замытой крови. Это кровь тех двух девушек, которых изнасиловали и убили. В том самом доме. Даня, меня похитил дядя. Заставил писать в соцсети, звонить маме по мессенджеру, говорить, что все в порядке. И вы вспомнили про флешмоб? Ну да. Я стала писать в соцсетях всякую чушь. Лепить ошибки, постить ужасные клипы котиков. А у меня на них аллергия. Влада Горская. Единственная догадалась и хотела мне помочь. Она пошла к маме, все ей рассказала, но та ей не поверила. Все дяде рассказал. И он забрал вашу маму тоже. А потом, потом дядя заставил выманить меня Владу навстречу. Он угрожал, что если я этого не сделаю, он убьет маму. Даже ей палец отрезал. Это он из-за меня, Влад, это все из-за меня. Заткнись! Заткнись, иначе мать не увидишь. А почему ваш дядя решил действовать только сейчас? Недавно я наткнулась на информацию о лаборатории ДНК вашей корни. Я когда приезжала на каникулы, все рассказала маме и дяде. Я хочу сдать иначе ДНК. Можно выяснить свою генеалогию. Ну а что? За границей, между прочим, тебя так делают. Находят пропавших родственников. Узнают этнический состав своих предков. Да чего там выяснять-то? Ну не скажи. Представляешь, можно даже узнать, есть ли у тебя в роду неандертальцы. Настен, да чепуха это все. Деньги на ветер. Надурят. А мне вот интересно. В Штатах установильная личность серийного убийцы по ДНК внука. Дед убивал в середине 80-х. А тогда про анализ ДНК вообще никто ничего не слышал. Я что-то такое припоминаю. Вот, так лаба взяла и стукнула ФБР. Ну, видимо, Саверий был уверен, что у нас это работает точно так же. И любая лаборатория анализа ДНК связана с ФСБ. Ну да. А страх понести наказание за прошлое убийство оказался слишком велик. А казалось бы, всего-навсего любознательность племянницы. Еще одна девушка, которая хотела все знать. Толоконников все продумал. Два месяца назад для связи с Людмилой он купил новую симку. Для иллюзии того, что они с ней давно не общались. А на самом деле она звонила ему почти каждый день. Она ни одного вопроса серьезного не могла без него решить. Да она даже почти из дома не выходила. Из-за артрита. И именно поэтому, когда у нее в доме появились тараканы, которых она жутко боялась, она, конечно, позвонила Толоконнику. И он приехал, типа ее спасать. Перевезти к себе, пока в квартире будут морить тараканов. А на самом деле вывез ее в деревню, чтобы изобразить похищение с целью выкупа. Вы убили Владу Горскую. На глазах у собственной племянницы. Так что сядете вы теперь очень надолго. Я был вынужден. Если бы ДНК Насти попала в базы и выяснила, что она племянница преступника по старому делу, вся моя жизнь рухнула бы. Как вы все продумали. Племянница якобы уехала на стажировку. Потом и мать поехала к дочери. Так и просто обе тихо исчезли бы. Но появилась Влада Горская. И план пришлось резко менять. Увидите. Делаем ставки, господа. Делаем ставочки. Так, я ставлю на этого третьего самый светлый, рыженький. Так, это мадагаскарский. Если взлетит, десклифицируем. Десклифицируем. Давайте, давайте. Вот на этого ставим. Он с усами похож на Круглова. Слушай, я тоже так давайте на усатого. Так, все, все, все. Ставки не принимаются. Ставок больше нет. Ну, раз, два, три. Поехали, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Смотри, мы наобратно. Вперед, давай, вперед. Вперед, вперед. Давай, давай, вперед. А он требовал ему это развернуть! А, так нельзя идти честно! Ладно, ладно, хорошо. Калина Коломна. Все деньги идут в фонд помощи бездомным животным. А все остальные идут работать. Между прочим, ты победил. Вы смотрите след на официальном канале YouTube. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик, чтобы видеть все свежие серии. Я тебе каждый день говорю, не ставь свою поганую машину здесь! Я тебя не боюсь, мне наплевать, что ты бандит! Субтитры сделал DimaTorzok Банк Динь Динь Продолжение следует... Хозяин машины, Вениамин Высаков. Отсидел 10 лет за грабеж и убийство. Вышел по УДО. Дух бандитских разборок там суток не хватало. Кого он ограбил и убил? Зарезал одинокого пенсионера. Украл антиквариат, но прямых улик не было. А как его взяли? Там якобы была явка с повинной. Еще ходили слухи, что Уысаков зице-председатель фонда. Он следил за другого человека. А почему дело не копали? А потому что следователь за это дело получил повышение по службе. В общем, потом его застрелили и концов так и не нашли. Дай-ка газоанализатор. Держи. Когда его выпустили по УДО? Примерно месяц назад. Он устроился рабочим на склад, ездил туда на машине. Черт. Всем срочно надеть костюм и химзащиты. Уходим. КОНЕЦ 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 При взрыве машины Вениамина Лысакова погибли еще два человека. Зоя Перекатова. Она кассир в супермаркете. Родных у нее нет. Муж недавно умер от аппендицита. И Глеб Архипов. Он из детдома. Прогоревший бизнесмен. Но недавно начал новый бизнес. Открыл кафе. Жена, дети есть? Да. Есть жена Рима. Ее телефон уже три дня как выключен. Последней сообщение Глебу было, что она уезжает на двухнедельный ретрит на Випассову. Это когда все молчат, медитируют, а интернет-мобильники под запретом. Типа того. Я уже пробил контакт ее брата Виталия. Да, кстати, у Вениамина Лысакова есть дочь Олеся. Я думаю, что вот с них и начнем. Галь. Взрывное устройство предположительно изготовлено с применением ртуки. То есть гремучая ртуть? Да, это ЧП. Что это у тебя за супрематизм? Скриншот камеры уличного наблюдения. Здесь видно, как некто ночью в черной одежде устанавливает под машину Лысакова черный пакет со взрывным устройством. Я взбодрю коммунальные службы. Освещение там будет, как в Новый год. Что ты знаешь о гремучей ртути? Ммм, алхимический рецепт 17 века. Спиритус, винья, аква, фортисы, меркурий. При варке взрывается. Этанол, азотная кислота и ртуть? Ага. В 1800 году из нее стали делать артиллерийские снаряды. А что? Наш убийца ретро-пиросексуал? Ну, такой девиации нет. Да ладно. У меня же его портрет практически. А мне вот интересно. У старика за убийство, которого сел Лысаков, есть сто дня? Да нет. На зоне тоже Лысаков ни с кем не собачился. Поводов для мести нет. А может, а действительно сел у другого человека? Освободился. Понадобились деньги. Решил доить. Ну и? Финал нам известен. Взрыв. Понятые вам задачи, ясна? Да. Мы проводим вскрытие квартиры потерпевшего Лысакова. Приступаю к осмотру трупов. Начинаю с убитого Лысакова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставь телефон в покое. Да я тут с дуру ввязался в дискуссию. Один убогий утверждает, что ртуть можно собрать веником и совком и в туалет смывать. Черт, сразу не пылесосом-то. Ртуть при этом дробится, нагревается. Площадь испарения больше, а шанс умереть выше. Ого, я ему это и написал. Есть только один способ. Надо согнать каплю ртуки мокрой кисточкой, герметично закрывающуюся банку и сдать на утилизацию. Много банок понадобится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так... Ха-ха! Ну... Похоже, взрывное устройство было радиоуправляемым. Вот тебе и алхимик. Алисия, ходили слухи, что ваш отец съел за другого человека. Вы что, не знаете об этом? Когда мне было 15 лет, отец проиграл в карты дачу, квартиру, машину и меня. Отец очень много пил, и когда пил, он себя не контролировал. А проиграл он меня каким-то бандитам. Я не знаю, кому мама знала больше, но она умерла год назад. Но квартира осталась, и машина тоже. Отец как-то передоговорился. Долг ему простили, но он сел на зону на 10 лет за убийство вместо другого человека. Вы знаете, вместо кого? Я не спрашивала, и на зону к нему не ездила. Противно. Когда вы видели его в последний раз? Месяц назад, когда он вышел. Ой, Алисия, девочка, я тебя не узнала. А ты где живешь? Да вот, в новом микрорайоне квартиру в ипотеку взяла. А это будете продавать? Нет, Зоя Михайловна, тут отец будет шить. Вот пришла ему ключи отдать. Его выпустили, что ли? Он же нас здесь всех порешит, а нельзя ему куда-нибудь деть? Ой, Господи! Спросите у него сами. Ну, ничего. Я ему выживу. Пойдем-ка мне чаек попьем, а? Нет, Семехов. Думаете, взрыв как-то связан с его криминальным прошлым? Ну, конечно. Но отец всегда притягивал беду и втягивал в эту беду других людей. Ну, как же, я нашел. Деньги. 30 тысяч. Как думаешь, первый транш отшантажируемого? Кто знает. Ну, на двух купюрах есть свежие патажировые следы. Трех человек взорвали бомбой на основе гремучей ртути. Пострадали бывший заключенный Вениамин Лысаков, бизнесмен Глеб Архипов и кассирша супермаркета Зоя Перекатова. Выясняют, что Лысаков 10 лет отсидел за другого человека после того, как проиграл в карты свою дочь. В квартире Лысакова находят тайник с деньгами. Ну, что у вас? На части взрывного устройства фрагмент попилярного узора. Совпадение с базой есть? Нет. Жаль. Это дело, по которому осудили Лысакова? Да. Я думаю, что если он сел за другого человека, то должны быть еще убийства и ограбления до и после его посадки. Одиноких стариков часто грабят. Угу. Но у каждого убийца свой шаблон. Я задам поисковому алгоритму такие шаблоны. Одинокий старик открывает своему убийце дверь, потом кража антиквариата, резаная рана в области шеи, плюс убийство в комнате и нападение сзади. Извлекла элементы взрывного устройства из тела Зои Перекатовой. Приступаю к третьему трупу. Ну что, нашли жену третьего убитого? Рима Архипова? Угу. Нет. А вот ее брата, да. То есть ближайший родственник, это брат жены потерпевшей. Шурин, это тоже родня. Пожалуйста, Виталий Цаплин, несудимый, есть машина. Ну, чем тебе не нравится-то? Виталий Цаплин, майор Круглов, федеральная экспертная служба, капитан Шустов. Добрый день. Здрасте. А вы давно общались с мужем вашей сестрой? С Глебом, дня три назад. Он спрашивал по поводу Риммы, она на какую-то медитацию уехала. Это она сама вам сказала? Ну, она собиралась, она вообще любит это все. Сейчас. Странно, телефон недоступен. И у Глеба тоже. У вас есть ключи от квартиры сестры? Глеб погиб сегодня утром. Как? Как погиб? Ключей нет, но есть инструменты, я могу вскрыть замок. Вы свою машину ремонтируете? Да, я шабашник. Работаю за наличку, налоги не плачу. Может, меня арестовать за это. Но когда у нас с Римкой родители погибли, я бросил университет и стал зарабатывать. Я вот не об этом мечтал. А как вы относились к Глебу? Римма была счастлива, мне было достаточно. Все, я готов, пойдемте. Посмотри, что я обнаружила на теле Глеба Архипова. Татуировка свежая. Не люблю я, когда исчезновению жены предшествует такое демонстративное выражение чувств. Аналогично. Римму Архипову ищут? Да. Последняя локализация ее мобильного была три дня назад в квартире. С тех пор ни транзакций, ни сетевой активности. Понятно. А что про нее вообще известно? Авдавила год назад, ее бывший муж утонул в Таиланде. Так она получила большую квартиру, две машины и неплохой бизнес, который крутится сам по себе. И она так быстро вышла замуж? Через полгода. После смерти мужа. Вот этого я тоже не люблю. Коврик для йоги, книжки по медитации и расслабляющая музыка. На первый взгляд все в порядке, но информации о тренинге нигде нет. Скажи, ты Арим принимал какие-то препараты? Да нет, вроде. А может это Глеб колал обезболивающие, спину там потянул в спортзале, может. Там остатка вещества. Вычисляешь шаблон убийства? Да, он должен быть. Грабили одинокого пожилого человека. Выносили все ценное, там антиквариат, орудие убийства, нож. Не могу понять, что общее между этими фотографиями. Это пожарная тревога? Да нет. Это я, ну, кто нам ошибся. Я настроил поисковую программу на список украден. Она прочесывает все онлайн-аукционы, интернет-базары. Думаешь, оно? Потом разберемся. Надо найти информацию продавца, пока он вещь с торгов не снял. Вот, Арсений Микулушкин. Работает в фирме по установке окон. Окна. У них у всех новые окна. Вот оно. А что по Зое перекатывай? Я обнаружила у нее пятна едкого сока в уголках губ и под ногтями. Решила проверить желудочное содержимое. На всякий случай. Сок какого-то растения? Чистотела. А в желудке глины и частицы древесного гриба. Она занималась самолечением? Причем так активно, что через полгода она загнала бы себя в могилу. У нее прогрессировала язва желудка. Она состояла на учете у гастроэтеролога? Нет, что ты. Никаких докторов. Только глина, травка и дрова. Чашка фарфоровая. Девятнадцатый век. Была украдена у старушки Макаровой. Не знаю никакой старушки. Как же так-то? Вы же у нее три года назад окна меняли, а ее через месяц зарезали. Да я все в барыгах купил, честно. Полтинник за канделябра дал и за чашку сотку. За месяц-два до убийства все жертвы обращались в фирмы по установке окон. Фирмы были разные, но ведь люди переходят с одной работы на другую. У тебя есть список работников? Да. И Микулушкин среди них вон там в самом конце. Проблема в том, что одиннадцать лет тому назад он не мог никого ограбить. Он жил в другой части страны и вообще был школьником. На чашке старые потожировые. А как вы, говорите, выгодил барыга? Потожировое вещество на деньгах из тайника Лысакова принадлежит Микулушкину. Микулушкин плотно общался и работал с неким Ховрином. Кстати, Ховрин тоже работал в фирме по установке окон. Но он умер несколько месяцев назад. Чашка из квартиры Ховрином? Ну, давай, Арсений, рассказывай все как на духу. Так я когда в фирму пришел, меня все чморили. А Ховрин заступался за меня, помогал, учил. У него детей не было и жены. Ну, да, он такой одиночка был, а мне всегда помогал, вот. И как-то раз мы на точке работали, окна ставили, он там заболел, ну, прихворал. Я ему помогал, продукты приносил, лекарства. А как-то раз приехал, ему совсем плохо стало. Температурил, бредил, ну, я скорую вызвал, а он в больнице-то и помер. Ну, и ты, Антиквариат, из его квартиры перехватил в качестве благодарности. Или в память о старшем товарищу. Да он же все равно умер, ему какая разница. А вещи-то ценные. А у меня кредит. Да и вообще. Я хотел сдать их барыге. А он три копейки предложил. Ну, я и решил, что сам в интернете продам. Испалился. Этот Ховрин хоть раз мелькал в криминальной сводке? Не судим и не привлекался. Совершил как минимум четыре убийства и прожил спокойно всю жизнь. В одиночестве и страхе он ее прожил. Но, конечно, обидно, что полиция его не нашла. Так это Ховрину Лысаков дочь в карты проиграл? Выходит, так. Как 30 тысяч твоими пальцами оказались у Лысакова? Да не знаю я никакого Лысакова. А 30 штук у меня свистнули. Мужик, ты кто? Я даже не понял, кто это. Очнулся, башка трещит. Денег в кармане нету. Куда меня теперь? А ты сам подумай. Алиби на момент взрыва у тебя нет. Связь с одним из убитых есть. Да вы что? Да где я? Где бомба? Ты вообще, зачем мне кого-то убивать? Да не дергайся ты так. Ну, посидишь в изоляторе временного содержания. Подумаешь. Книжку почитаешь. Ты читать умеешь? Получается, что все эти 10 лет Лысаков общался с Ховрином. Раз он нашел Микулушкина. Ну, нашел. И что это доказывает? Микулушкин не семи пяди во лбу. Ему ума не хватит собрать и установить бомбу. Да и мотива явного нет. А что, если жертва не Лысаков? А кто? Глеб Архипов? А почему нет? У него пропала жена. Он живет в этом же доме. Плюс каждый день он на своем велосипеде приезжает и мимо машины Лысакова. Галина Клавовна, я проверила колпачок шприца из квартиры Архиповых. На нем следы наркотического вещества. А что за вещество? Синтетика. Снижает критичность мышления. Вызывает эйфорию, но быстро разрушает нейроны. В перспективе атрофия нервной системы и паралич. А чьи патажировые на колпачке? Только Глеб Архипова. Так, Архипов. Прогоревший бизнесмен, который удачно женился до богатой вдове. А потом наркотики, исчезновение жены, взрыв. Все это как-то очень подозрительно. Надо выяснить, принимал ли он сам какие-то препараты. Галя, Глеб Архипов ничего такого не употреблял. На руках и на ногах следов инъекций нет. Бывший заключенный Вениамин Лысаков, бизнесмен Глеб Архипов и кассирша Зоя Перекатова взорваны ртутной бомбой. Десять лет назад Лысакова осудили за ограбление и убийство. Выясняют, что он отсидел за другого человека. Но этот след никуда не ведет. ФЭС разрабатывает версию, что убить хотели бизнесмена Архипова. Есть новости по Риме Архиповой? Галина Николаевна, я детально проверил ее сетевую активность. После свадьбы она сократила общение с друзьями и даже с братом. Похоже, муж отсекал от нее всех, кто мог на нее повлиять. Химическая экспертиза по Туржавых подтверждает, что Рима Архипова регулярно принимала эту дрянь. Либо муж ей подмешивал, а она не понимала, что происходит. Глеб Олегович, вы обещали погасить долг еще полгода назад. Я скоро погашу, продам машину. Насколько нам известно, машины у вас нет. У Архипова были долги из-за прогревшего бизнеса. Мы напрягли коллекторское агентство. Архипов знал, что его записывают? Нет, поэтому и наболтал лишнего. Это машина моей жены. Я скоро расплачусь со всеми долгами. Я обещаю. Собирался стать богатым вдовцом, мерзавец. Слушай-ка, неужели брат Рима не замечал, что с его сестрой беда? А что, если он был в деле? Теоретически. Какой план? Сделать сестру овощем, мужа ее взорвать, а вину спихнуть на старого зэка? Ну, а почему нет? С деньгами-то у него не густо. Добавляем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зря вы этот хлам над батареей храните. С платы ртуть испаряется. Давайте-ка, гражданин Цаплин, закрывайте гараж и поехали к нам в ФС. Холодов проверил геолокацию мобильного Виталия Цаплина. Когда пропала его сестра, телефон был дома. Но это, разумеется, ничего не доказывает. Конечно, нет. Но гаджеты могут выявить шаблон поведения. Например, у Цаплина нет постоянной женщины. Только приложение для знакомств. А близкие друзья? Нет. Есть только постоянные клиенты, но с ними Цаплин никогда не встречается за пределами гаража. И каждый вечер Цаплин играет в многопользовательскую компьютерную игру. И даже платит деньги, чтобы покупать там доспехи и оружие. То есть вся его жизнь, все амбиции, все там? Вот и канистры спирта. Непечатное платье. Фрагмент поджидового следа. А тут у нас кислота. Ну, все сходится. Спиртус, вини, аква, фортес, меркурий. И немного ушибства. Микросхема такая же, как на взрывном устройстве. И на ней есть следы ртути. Хочешь заняться отпечатком? Давай. Сопоставлю с тем, что на взрывном устройстве. А я возьму игровую приставку. Виталия Цаплина. Откуда у вас химикаты для изготовления взрывчатки? С машинами работаю. Разные бывают, нужно. Там, трасску растворите вообще. А что насчет микросхемы? Да мало ли, какие у меня детали валяются. Может, оставил кто? Извините. Да, слушаю. Галина Николаевна, у нас две новости. И ой, плохие. Для Цаплина. Галина Николаевна, соли из-под тяжелового следа на фрагменте взрывного устройства идентичны с солям на микросхеме Граши Цаплина. Отпечаток мужской? Женский. Но у Цаплина есть постоянный напарник в компьютерной игре. Варвара Цветкова. Она, кстати, работает в частном наркологическом центре. Пришли мне все сообщения. Расскажите о Варваре Цветковой. Не знаю такую. Ну, как же не знаете? Вы же вчера с ней в рейд ходили. Вы паладин. Она целительница. В этой вашей компьютерной игре у вас обоих статусы, что вы муж и жена. Да вы с ума сошли. При чем тут это? Вот я и хочу понять. Послушайте, я бы не пошел против сестры. Я ее люблю. А что насчет Глеба Архипова? Вы вообще знаете, что ваша сестра уже полгода сидит на наркотиках? Нет. Виталий, я убедительно вас прошу. Хватит тратить наше время. Расскажите мне правду. В таком случае вы задержаны. Да. Галь, мобильная Варвара Цветковой локализуется в ее квартире. Она не открывает дверь. Что соседи говорят? Четыре дня назад соседи видели, как Виталий привез сюда Риму. Она вела себя задорможенно, как пьяная. Но если ее жизнь под угрозой, то у вас есть все основания, чтобы проникнуть в квартиру. Да, я понял. Вскрываем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Варвара Генриховна. Я хотел признаться, но не хотел впутывать Варю Цветкова. Со стороны выглядело так, будто вы похитили сестру, взорвали ее мужа и еще двух человек. И Цветкова с вами заодно. Я просто хотел, чтобы сестра была здорова и чтобы никто не знал. Что вас подтолкнуло к похищению? Я заметил, Римма следует инъекции на руке. Она соврала что-то, типа прививку делала, но она другая стала. А тут я узнал от клиента, что Глеб ищет покупателя на ее машину. Вы говорили с ним? С Глебом? Нет, я же не знал, он один действует у него, подельники есть. Я просто спрятал сестру, боялся, что она ее убьет или она исчезнет. И это вы отправили с мобильного сестры сообщение, что она поехала на медитацию? Я знал, что Глеб искал ее, а мне ничего не говорил. Значит, я все правильно сделал. А как в вашем гараже появилась плата с ртутью? Не знаю, клянусь. Вот уже 8 лет на печатной платье из гаража Цаплина параллельно лежит к девушке лет 25. Она употребляет малые дозы барбитурат и еще и гормоны стресса зашкаливают. Логично. Значит, покупает безрецептурный препарат от нервов. Это цветковая? Нет, не она. Мне прислали видео из гаражного кооператива Цаплина. В день взрыва вечером к нему приходила девушка лет 20-25. Она, несмотря на адскую жару, скрывала лица капюшоном. О как. Взгляните. Вам знакома эта девушка? Одежда знакомая. Здравствуйте. У меня ситуация такая. Я машину у мужа взяла и попала в аварию. Он меня убьет, если узнает. А сколько у вас будет стоить вмятину поправить? Я подниму. Ну, вы подгоняйте машину, я посмотрю. Но оплата только наличными. Спасибо вам большое. Мне наличкой как раз удобнее. Ну, чтобы муж ничего не узнал. Я думаю, это она мне плату подбросила. И кто мог вас подставить? Не знаю. Какая-нибудь подружка Глеба. Без понятия. Фоторобот сможете составить? Если верить ему, то убить хотели Зою Перекатову. Простой кассиршу из магазина? Конечно, на фоне Лысакова и Глебова она наименее вероятный вариант. Но у каждого есть тайны. Тут выписка из АГДА судебно-медицинской экспертизы. Вскрыть себя мужа, перекатывай. Я хочу его острый гангренозный прободной аппендицит, разлетой гнойный перитонит. Вот довелся мужем. Какие-то травы. Надо изучать. Так. Ага, Перекатова жалобу писала на врача, который оперировал ее мужа, ЛТ Колганов. Что пишет? Требует отстранить от работы, отдать под суд. Пишет, что когда мужа оперировали, Колганов был пьяный. И по словам персонала, такое бывает часто. И что медсестры зовут его адреналинщиком. Что это значит? Ну, это те, кто берутся за безнадежных пациентов. В случае удачи у них эйфория, чувство всемогущества. Как у игроманов. Только вместо рулетки у них операционный стол. Серьезный наезд. Ну да. Я изучила протокол вскрытия мужа Зои Перекатовой. Удивительно, что он не умер еще дома. Или в скорой по дороге в больницу. А что, все так плохо? Да не то слово. Странно, что за него вообще кто-то взялся. Я связалась с хирургом, он скоро приедет к нам. Странно. Хирург Леонид Колганов в последнее время часто фигурировал, как потерпевший сводки криминальных происшествий. Это в каком-то смысле. Кто-то отвандалил его машину, разбил окно в квартиру, прислали на работу траурный венок. А судя по его фитнес-трекеру, у него было даже два сердечных приступа. Интересно. Слушай-ка, у Перекатовой были особые травы. Так называемые народные сборы от аппендицита. То есть она сама залечила мужа до смерти народными средствами? Свалила все на врача? Похоже на то. Вы думаете, это я заказал убийство жены своего пациента? И при этом еще убил двух человек? Леонид Тимофеевич, реагируйте, пожалуйста, сдержаннее. Я врач, а не убийца. И у меня бывают разные отношения с родственниками моих пациентов. Одни руки целуют, другие доносы пишут. Это, к сожалению, тоже часть нашей профессии. Смотрите, вам знакома эта девушка? Ну, может быть, фигура, стиль одежды. Послушайте, вы знаете, сколько у меня пациентов? Я как-то вот не готов запоминать еще их родственников. Нам нужен список ваших пациентов. Это возможно? Возможно. Нам нужна молодая девушка лет 25. И 20. А ты помнишь, что убийца теоретически может быть отравление ртутью? У убийц было двое. Двое? Вера Альбертовна Камаева, программист, и Эдуард Львович Скачков, химик. Они часто общались. А 10 дней назад Камаева сняла наличными 200 тысяч рублей. И я думаю, что это не на взятку врачам. Вера Альбертовна, добрый день. Федеральная экспертная служба, питаншуств. Как чувствует себя ваш брат? Спасибо, он в порядке. Ну и замечательно. Претензий к доктору нет? Нет, что вы. Леонид Тимофеевич гениальный хирург. Он моего брата с того света вытащил. Ну, конечно, нужны еще операции, но я в него верю. Ну и замечательно. Тогда давайте проедем к нам для дачи показаний. С удовольствием. С удовольствием. И не верьте доносам. Леонид Тимофеевич святой. Пойдемте. В крови у обоих соединения ртути. А поджировые следы Камаевой совпали с поджировыми на взрывном устройстве. Ну вот и все. Это Перекатова довела врача до инфаркта. У него руки начали трястись. Руки начали трястись у хирурга. Вы пытались ее вразумить? Да у нее тоннельное мышление. Она зациклилась на том, что это Колганов зарезал ее мужа. А что это она сама его своими отварами до могилы довела. Она не слышала. Не хотела слышать. Кто предложил убийство? Вы или Скачков? Да мы сначала и не хотели ее убивать. Я в первые дни просто мониторила ее. Ну подключилась к камерам наблюдения и паслась рядом с биноклем. Просто хотела понять, как ее можно угомонить. И что вы поняли? Что у нее очень размеренная жизнь. Как по часам. Нам очень нужен был этот врач. Живым и здоровым. И в больнице. А не на зоне. Только Колганов мог спасти моего брата и жену Эдуарда Львовича. Эдуард Львович. Я одного не понимаю. Зачем столько жертв и такие сложности? Вы думаете, мне хватит сил убить эту женщину кирпичом? Верочка тоже очень хрупкая девушка. А если бы у нас не получилось? Если бы Перекатова узнала нас. Хирурга тут же выбросили бы из больницы. А мы с Верочкой поклялись, что спасем своих близких. Я достала через Даркнет химикаты и лабораторное оборудование. Эдуард Львович сделал бомбу, а я установила ее под машину этого зэка. Вы не боялись погибнуть? Да я не знаю. Это все началось как игра, как безумная идея. А потом мы втянулись и было уже поздно отступать. Эдуард Львович предложил замаскировать убийство Перекатовой и другой смертью. Убивать Глеба Архипова мы не планировали, только Лысакова. Мы действовали по закону отражения. Это Эдуард Львович придумал. Но помните, угол падения равен углу отражения. То есть бить не напрямую, а через других людей. А вам Лысакова не было жаль? Да он мерзавец, который убил и ограбил старика. А вы уверены, что знаете о нем все? Он, конечно, не был ангелом, но он никого не убивал. Как? Я же все проверила. Почему вы подбросили микросхему в гараж Цаплина? Когда мы поняли, что погиб еще и третий человек, бывший бизнесмен, мы решили направить следствие в другую сторону. Тоже по закону отражения? Неправильно вы все рассчитали. Ударило по вам и по вашим родственникам. Они теперь остались совсем одни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он на больничной. Как долетели? Нормально. Комаров у вас тут много. Так тайга же. Рассказывайте, что у вас произошло? Ну, значит, было пять выстрелов. Один за другим. Ну, раз, два и сразу оба упали. Парни, парни мои, парни мои не трусы хотели бедняк своими телами закрыть. Да, куда там? Не успели. В Клюево еще две пули полетело. В Ахмеда одна. Время было пять минут девятого тура. Стрелили вот из тех высоток. Там сейчас охрана расположена до вашего прибытия. Правильно сделали. Не надо было Ахмеда выпускать из одиночки. Я предупреждал Жданова. Все знают, что Ахмеда уже давно заказали. А куда ввели заключенных? Вот туда медчасть. Обязательно осмотр перед перемещением в СИЗО. Я сделал все, что мог. Одиночная камера. Шамразов был под круглосуточным наблюдением. Это система с подсадным. Так он на особом режиме практикует. У меня есть же особый случай. Я пахан, я король. Я пальцы гну. Я на сходке коронован. Я живу ради братвы. Легавых презираю, на работу не хожу. За измену смерть приму? Ах нет. Я корону скинул. Легавым продался. Боюсь, что дружки меня замочат. Начальник на помощь! Клюев. Да, товарищ подполковник. Не по уставу с заключенным разговариваешь. Выговор получишь. А кто был пацаном? Артем Клюев. Пять лет в системе. Его недавно жена бросила. Уехала. Женщина не выдерживает местного быта. Чуть что уезжает сразу на материк. Вот парень не выдержал. Слось мог сорвать. Ну а что делать? Не нефтяная компания. Очереди желающих не стоит. Это я здесь, можно сказать, на курорте. В смысле? Я раньше служил в черном дельфине. Вот оттуда и привез систему с подсадными. Там всех так водят. С прогулки на прогулку. Ахмед Шамразов состоял в ОПГ. Бывший коронованный вор. Прислали дело Шамразова. Я Шамразов Ахмед Витальевич добровольно и без принуждения отказываюсь от воровского титула в вор в законе. Еще есть документ о начале сотрудничества со следствием. Тем же числом. Я думаю, его показания могли быть опасны некоторым. Именно поэтому его и переводили в СИЗО. Я переговорю со следователем, выясню, что он успел рассказать. А вы вызовите его адвоката. Что это такое, зимняя форма зэка? Клюев надевал под рубаху, чтобы догнать комплекцию Шамразова. Тот более крупный. А это что? Нашли за поясом у Клюева. Видимо, заедлый курильщик. А дайте я попробую. Я не пытаюсь даже, Леня. Замок действительно новый. Значит, старый, недавно спилели. Металлическая стружка. Судя по личному делу охранника, Клюева не курил. Что подтверждается вскрытием, легкие Клюева чистые. А вот Ахмед Шамразов, курильщик, и курит именно эти сигареты. Значит, Клюев планировал передать Шамразову сигареты. За мзду. Зачем это делать по дороге, по строгим надзорам? А если заметят и донесут начальству? Что-то тут не так. Клюев мог передать Шамразову сигареты уже в камере после медосмотра. Уже сопровождал его до медчасти и обратно. Наверное, мой мозг уже привык искать подвох там, где его нет. Ну, хорошо, ты прав. Наверное. Идеальная точка для стрельбы. Все просматривается, как на ладони. Оружие любит ласку, чистку и смазку. Слышу, Галина Николаевна, нашли Лешку снайпера, чердак в многоэтажке. Пришлось срезать замок, чтобы войти. Снайпер поменял Жековский замок на свой. Оружие он забрал с собой, гильзы тоже. Юля сейчас с участковым по квартирам ходит. Я перезвоню. Камеры видеонаблюдения в доме не работают. А просто жильцов ничего не дал. В это время все или в школе, или на работе. А пенсионеры по утрам телевизор смотрят лавочки пустые. Ну, а ты наверняка что-нибудь и нашел, да? Оружейная смазка на подоконнике и какая-то нитка зацепилась за край лестницы. Ой, молодец. ФЭС расследует убийство заключенного Ахмета Шамразова и сотрудника колонии Артема Клюева. Шамразов отказался от титула вора в законе и начал сотрудничать со следствием. Для того, чтобы провести его между корпусами, использовали систему с подсадным охранником и мешками на головах. Но снайпер застрелил обоих. Находят место, откуда стреляли. Семену скажи, ну пожалуйста, ну что, тебе жалко что ли? Ну я же не уйду, пока ты не скажешь. Ну, Семену, пожалуйста. Семен! Дядь Гриш, дядь Гриш, кого убили? Зэка убили. Твой жив, иди. А как? Как все было? Мать вечера рассказывать, не стой, иди. Клюев Артем, 35 лет, сотрудник в системе ФСИН с 2000 года. По контракту. Недавно в разводе. Одна машина сегодня возле колонии крутилась все утром. Мира у нее левая. Сейчас узнаем, кто был за рулем. Что с уликами из чердака? Нитка, которую нашли на чердаке от хозяйственных перчаток. Обычные хозяйственные перчатки, даже у меня такие есть, продаются везде и за копейки. Так вот, на этой нитке чердака есть следы синей масляной краски на основе свинца, которые используются для отделочных работ. А оружейная смазка? А-а-а, она немецкая, силиконовая. Это странный выбор для профессионала. Почему? Таким составом винтовку можно убить. Только если она, конечно, не одноразовая, сразу после этого ее не выбросить. О! О, считай, убийство раскрыто. Крутиков Эдуард Семенович, известный под крышкой Крутой, профессиональный снайпер. Контрактник воевал в Чечне. О, подозревали в причастности к ОПГ Ахмета Шамразова. По оперативным данным Крутой был там штатным снайпером. Однако доказательств для суда не нашли. В связи с происшествием в исправительной колонии начальник колонии полковник Жданов Дмитрий Борисович отстранен от должности. Кто будет назначен на его место, пока неизвестно. К расследованию убийства в колонии подключена федеральная экспертная служба. Известно. Дедков теперь вождь перехватит. Вот ради чего все это было. Полковник Жданов ваш дядя? Вы из-за него переживаете или за свое место? Знали бы вы Дедкова так, как я, так же бы сказали. Он ради власти мать родную продаст. Если вам есть что рассказать, мы вас допросим повторно. Ничего я не знаю. Дядьку жалко, сделали козлом отпущение. Его уже неделю как нет здесь. Был бы, не случилось бы всего этого. Лютиков Михаил. Кто-нибудь знает такого? Ну, это точно не из местных. А я вас, кажется, уже видела. Вы из медчасти колонии, верно? Да мы тут все в колонии работаем. Это служебная квартира. А Клюев мне иногда давал свои вещи, там, заштопать, постирать. У меня дома целая стопка лежит. А мне что с ними делать-то? Я зайду за ними после обыска. У Клюева пробит желудок. Левое претерзие, воротная вена печени. У Шамразова ранение в правую почку с разрывом брюшной аорты в горло пуля вошла уже посмертно. И еще, это снимок Шамразова. У него открытая форма туберкулеза. Долго бы он не протянул. Это и подтолкнуло его к сотрудничеству. Следователь сказал, что Шамразов собирался петь по полной. Ваши картины? А, да нет, что вы. Это Жанкины. Она победительница всероссийского конкурса. Юный художник. Второе место. Может поехать в Москву на бюджет учиться. Бесплатное место дает. Поздравляю. Да не хочет она. Я спать. Здрасте. Обувь бы сняла. Полы-то чистые. Так я вам тоже тут натоптала. Да ладно, это я так. Дочку надо воспитывать, пока она рядом. Пули выпущены из пятизарядной снайперской автоматической винтовки калибра 7.62. Минтовка нигде не засветилась. Шамразов собирался сообщить о новых очень известных следствиях преступлениях. И рассказать, где искать новые трупы взамен на пославление режима. А эти трупы, вероятно, рук дела Крутикова, Крутого. Я запилинговал все мобильники в тех местах, в то время, когда машина Крутого попала на камеры. Сейчас отсеем. Те, которые не повторяются ни разу. Остались два. Один из них принадлежит экспедитору, местному жителю. А второй оформленный в мешок гражданина. Думаю, это и есть мобильник Крутого. И он в сети. Сейчас я его запилингую. Хватит уже на сегодня. Отстань. А что отстань-то? У тебя передоз уже. Хватит, говорю. Пожалел бы ты свой организм. Ой, каждый день одно и то же, а. Каждый божий день. Тебе перед людьми не стыдно? Вон люди сидят. Культурно отдыхают, а. А ты что? Что? Нажрался, как свинья. Куда? Куда? Можно, Свет? Что? Баба достала. Женился. Дети пошли. Деток ведь не бросишь. В какой-то веке решил отдохнуть. Нашла же. Всегда она ходит. Нюх, как угонщик. Вы его не слушайте? Как выпьет. Пристает ко всем. Надоедает. Добропорядочным гражданам. В машине Крутикова при обыске нашли оружейную смазку. Клопчат бумажные перчатки. Похоже, нитки на чердаке от них. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну что, похоже. Похоже. Правда, на них нет следов масляной краски. Посмотрим состав смазки. Оружейное и нейтральное масло. А на чердаке что было? Сердочка. Чего-то я совсем запутался. Получается, у нас-то крутого ничего нет? Ничего, кроме Стимочка, в каком-то колонии объезжает. Рогозина будет недовольна. Ну, насколько я понимаю, это дорога общего пользования. Номера на машине фальшивые. Да вы что? Мне владелец ничего не сказал. Я эту машину взял у таксиста в аренду. Это получается, он меня подставил. Вы прописаны в Подольске. Что вы делали за тысячу километров от дома? В даме одной ездил. Хотите проверить, адрес дам. Даже не собираюсь проверять. То, что вы подготовились и подготовились хорошо, я не сомневаюсь. Как и в том, что Шамразов собирался указать на трупы, к которым вы причастны. Вы задержаны. До выяснения всех обстоятельств. Не, этот не расколется. Ну, может, не он убил. А кто? Ну, заказчик убийства. Тоже, он должен баяться разблачения. Может, адвокат Шамразова у нас на него выведет. Фамилия его Баширов. Расскажите, что конкретно собирался рассказать Шамразов? Ахмед собирался дать показания против Крутикова. Назвать его исполнителем трех громких заказных убийств. Крутиков был штатным киллером при ОПГ. Но без указания на заказчика он не мог рассчитывать на сделку. Эту информацию он придерживал до перевода в СИЗО. Во время разговоров с глазу на глаз со следователем, Шамразов намекнул, что у него есть компромат на Кадьякова. Кадьякова. Может, не тот ли? Он самый. Сейчас он пишет законы, а раньше, судя по оперативной информации, он предпочитал решать вопросы с помощью убийств. Именно эти сведения Шамразов и собирался выложить как главный козырь. В Москве оформлено. Адвокат даст показания против Крутикова. Подтвердит его мотив. А что у вас? Галинина, помните карту, которую нашли у Вохровца Клюева? Конечно, помню. Что-то удалось выяснить? На счете 750 тысяч. Владелец карты явно подставной человек, алкаш, который за 10 тысяч подписал бумаги, не читая. И кто его нанял, он не помнит. Карта – это явно взятка Клюеву. Вопрос, за что? Так, открывай. Погодите, я им не верю, мудят они. Зайдем, набросятся. Так, захожу один, остальные прикрывают. Мать ваша, что здесь происходит? Да, Леня, слушаю тебя. В колонии нового ЧП. Три трупа. Мы уже на месте разбираемся. Леня. Свидетель говорит, что заключенные перед смертью курили сигареты. Смерть наступила за пару минут. Да, пачка у нас. Сигареты, точнее, фильтр пропитан контактным ядом. Теперь, смотри сюда. Эту пачку сигарет мы нашли у Клюева. А? Один в один. Но! Клюевские сигареты чистые. Яда в них нет. И что-то здесь не так. Клюев не просто так с собой носил пачку сигарет. Он ведь не курит. Здесь была какая-то цель. И я думаю, здесь есть связь с отравлением. Причиной смерти стал яд гидроксибензоловой группы. Яд попал в организм через слизистую рта. Я же говорил, не приходи сюда. Соседи же не донесут. Ну и пусть. Быстрее разведешься. Ну да. Есть что сегодня? Завтра еще будет. Притормозим, пока московские тут. А правда говорят, что зэков травят? Это был несчастный случай. Нас вчера и подожди, он неспокойный дня. А ты ко мне приходи, я тебя утешу. на улице. Давай. Давай. Уйду, как смогу. Игнат, а ты любишь меня? Я сказал, приду. Приду. Леня, он здесь. Поворачивай. Вон он. Сильверстов? А ну, руки покажи сюда. Чего? Руки. За что? Вы подозреваетесь в причастности к массовому отравлению. Отпустите, отпустите, он ни в чем не вновать. Разберемся. Я поеду с ним, пропустите меня к нему. Домой иди, дура. Идите домой. Ее мать работает в колонии. Сотрудники ФЭС расследуют убийство заключенного Ахмета Шамразова и охранника колонии Артема Клюева. Адвокат рассказывает, что Шамразов собирался сдать наемного убийцу Крутикова. Крутикова задерживают, однако улик против него нет. Во время расследования в колонии от отравления контактным ядом погибают трое заключенных. Под подозрение попадает сотрудник в колонии Игнат Селиверстов. Ну куда? Куда? Жить надоело, а? Дурел совсем. Да она обдолбанная. Давай я тоже в участок. Ими на смерть отравились трое заключенных. Четвертый, который не курил, сказал, что сигареты принесли вы. Пиццов берете? Быстрее думайте. Покидешь бабки, как всегда. Откуда отравлены сигареты? Я забрал эту пачку из шмота Кахмеда перед приходом ваших оперов. Сигареты – это нарушение режима. Откуда они, Клюшообразова? Кто их принес? Я видел, как Клюев ему что-то приволок. Иди, дачка сволит, как заказывал. Только сейчас не кури. На осмотре запах учуют, вопросы будут. Как вернешься, хочешь курить. Слышишь, Ахмед? Чтоб меня не заболели, ну, что я тебе поставляю. Я перед осмотром чмырить тебя буду. Надо так, без обид. На пачке отпечатки трех погибших зэков, а также Шамразова, Клюева и Сильверстова. Что Сильверстову грозит за неумышленное отравление? Ну, не посадят. Но со службы с волчьим билетом выгонят. Есть фото-жировые следы. Ни Сильверстову, ни погибшим не принадлежат. Так, это дачка с воли, как сказал Клюев. Кому Ахметов мог там доверять? Адвокату? Баширову. Протокол допроса на бумаге должны быть его пальчики. Будьте любезны, предъявите для обыска ваш портфель. На каком основании? У вас есть разрешение на личный досмотр? Вы не забывайте, я адвокат. Вы подозреваетесь в покушении на убийство вашего подзащитного, а также на неумышленное убийство трех человек. На допросе вы не как юридический представитель интересов другого лица, а как частное лицо, которое, повторяю, подозревается в убийстве в портфель. Дайте мне постановление, в чем меня обвиняют. Пожалуйста. В отравлении. На пачке отравленных сигарет ваши отпечатки. Как доказать, что Клюев был связан с Башировым, а? А я уже доказал. За день до смерти Шамразова Клюев встречался с Башировым. Совпала локализация номера Клюева и одной из левых сим-карт Баширова. Встречались они у заправки на трассе. Мне кажется, я нашел заказчика отравления Шамразова. Неделю назад Баширов получил пять миллионов рублей заведение наследственного дела, в котором даже спора не было, так как наследник один. И кто такой щедрый? Некто Торопов. Помощник депутата Кадьякова. А с самим депутатом Кадьяковым, судя по переписке в мессенджере, Баширов очень хорошо знаком. Кстати, Кадьяки это самые крупные в мире медведи, охраняются красной книгой. Наш Кадьяков охраняется депутатской неприкосновенностью. И к нему просто так не подберешься. Плесни мне чаю, а я тебе новость подсельную расскажу. Только что на опознании пенсионерной, на которой была оформлена карта для передачи Воховсту Клюеву, очень уверенно опознал Баширова. Выходит, шла подготовка к убийству авторитета. И убрать его планировали через отравление. А после смерти Шамразова Клюев должен был забрать отравленную пачку сигарет и подменить ее на ту, которую носил с собой в кармане. Тогда бы никто не понял, чем был отравлен Шамразов. Пошли, быстрее на Шуре, пошли. Кто все-таки убил Шамразова? Начнем. Как слышно? Да-да, слышно отлично. Баширов и Кадьяков хотели отравить Шамразова, но не успели. Остается Крутиков. Быстрее, быстрее, присаживайтесь. Но улик против него нет. Более того, есть моменты, указывающие, что снайпер не он. В вещах Крутикова найден набор профессиональных отмычек. А снайпер, который убил Шамразова, срезал замок и заменил на новый. На волосах, одежде и кожи Крутикова нет следов пороховых газов. Типы смазки на месте выстрела и в багажнике машины Крутикова разные. И самое главное, он не уехал из городка. Ну что, молчим? Какие будут версии? Ну а что, если мы ошиблись, думая, что цель Шамразов? А что, если хотели убить охранника Клюева? Кому была выгодна смерть Клюева? Дошло до вас. Вообще-то, идти под садным с Ахметом должен был я. Я всегда ходил. Мы похожи походкой, сложением. В связи с чем произошла замена? Не знаю. А вы лучше Дедкова спросите. Это он нас поменял. В камере была поганка разборки. Я ее послал с Селиверстова разбираться. А почему его Аня Клюева? Зайки побили бизнесмена Новенького. А Селиверстов за ним присматривал. В каком смысле присматривал? Ну, Игнат, он же племянник Жданова, начальник колонии. Они вместе различные дела проворачивали. Бизнесмена, в которые им платили, брали под крыло. Хорошая камера, запрещена передачка охрана. Я так понимаю, что об этом знали все. Конечно, незаконно. Ну, а что я мог? Если бы я выступил против, меня бы первым и уволили. Игнат Селиверстов где только не замешан. Ну, да. Хотя при обыске ничего подозрительного не нашли. Жена, двое детей. Правда, достаток явно превосходит официальную зарплату. Это ожидаемо, раз он проворачивает свои делишки на зоне. И не только на зоне. Судя по мессенджеру, Селиверстов приторговывал наркотой на воле, а его правая рука в деле распространения. Жанна Зотова. Ознакомьтесь, пожалуйста, постановление на обыск. Пойдемте со мной. Судак, проходите. Материн хахай. Мне плевать, с кем на этом кувыркается. Понятые, обращаю ваше внимание, в часах обнаружен белый порошок, предположительно наркотическое вещество. Гражданка Зотова! Это ваш? Ну? Юль, по цвету и запаху это оружейная смазка. Чьи это вещи? Ну, мои. А с ними-то что? Вот это что? Да фиг его знает. Грязь. Откуда? Что вы ко мне пристали? Откуда я знаю? Испачкалась где-то. Вы мне еще за это а-та-та сделаете. И вообще, я в этой рубашке машину мыла. Дочь, тебя в Москве ждут. Подождут. Не поеду. Я готова тебе помочь, как только смогу. Уезжай отсюда. Иезжай в Москву. Да не лезь ты ко мне! Все равно не врубаешься. Зря ты так говоришь. Тебе помощь нужна. Мам, мне нужен только он. Я люблю его. Тебе не понять. Девочка моя, есть другая жизнь. ты талантливо рисуешь. У тебя все получится. Остановись. Уезжай ты отсюда. А ты-то чего? Сама не уехала. Мне деваться было некуда. А вообще дура была. Жалею теперь очень. И себя, и тебя глупую. Срочная доставка. Лучше пиццу привезли, да? Жанна Зотова, 17 лет. Школьница. Номинант художественной премии. Смазка с рубашки Жанны Зотовой идентично найденной на месте выстрела. Неужели эта девочка, наркоманка, замешана в убийстве? Она там родилась? Ну, рядом с Зоной? Нет. Ее родители приехали туда работать. Когда Жанне было пять лет. Через год они развелись. Отец уехал, а Лидия Зотова с дочкой остались. Видимо, удержала неплохой заработок. Я смотрю ее перемещение. За последнюю неделю Лидия Зотова пять раз была в соте дома, откуда стрелял снайпер. Что она там делала? Значит, Лидия Зотова приходила к вам делать уколы? Да. Бесплатно? Да. Молодец она, да? Доброй души человек. Да. Юль! М? Жанна Зотова, кажется, не врет. Машина матери вымыта, но следы оружейного масла там имеются. И вот тут тоже. Я не понимаю, почему и за что меня задержали. Мы хотим получить объяснение. В вашей машине найдено оружейное масло, идентичное с маски с места выстрела снайпера. Вы что, хотите сказать, что это я стреляла? Вы шутите, что ли? В ходе квартирного опроса вас опознал пенсионер Петрушевский, которому вы делали уколы. Он вспомнил, что спустя день после убийства вы что-то забирали с его балкона, куда он никогда не выходил. Вы прятали там винтовку. Стрелять вы умеете. Это входит в обязательную подготовку сотрудника в колонии. Да. Я хотела убить Игната. Сделать так, чтобы все подумали, что стреляли в Ахмета. Потому что я просто хотела спасти свою дочь. С Игнатом никто ничего не мог поделать. Я умоляла Дедкова мне помочь. Ну что он мог против племянника Жданова? Смерть Игната – это единственный выход. Только убили вы не того. Вот об этом я жалею. Вы удалось бы быстро все нашли. Даже ключ из чердака есть. Зотова утверждает, что стреляла в этих перчатках. А ведь на чердаке была найдена нитка от хлопковых перчаток, окрашенной краской. В ключе есть потожировые следы, не принадлежащие Лидии Зотовой. У Зотовой был сообщник? Да какой сообщник? Ну о чем вы говорите? Послушайте, я вам рассказала все. Мне скостят. У меня дочка, она без меня пропадет. Я и так и не уничтожила эту мразь, которая все сходит с рук. А что если замена Сильверстова на Клюева была не случайна? А что если кто-то знал о том, что вы готовите убийство Клюева и воспользовался этим? Кому могла быть выгодна смерть Клюева? Лид, Лид! А? Вещички погладишь? Ничего, скоро небось утюгом махать не будешь, когда наш на повышение пойдет, да? Кто это наш? Дедков кто же еще? Какой он тебе наш-то? И вообще тебе что? Ну как что? Дедков встанет на место Жданова, но вот я как раз и займу место Игнатки Блатнова, а будет меня зажимать, я расскажу, что и как по его указу делал, чтобы он чистенький оставался. Слушай, знаешь-ка что? Иди-ка ты отсюда! Давай, несешь чушь какую-то! Давай, иди-иди! У нас есть весомое доказательство, что вы знали о предстоящем убийстве Игната Селиверстова, которое готовила Лидия Зотова. Вы намеренно послали вместо Игната Селиверстова Артема Клюева. Клюев стал опасен для вас, он стал слишком много болтать, слишком много пить. Какая чушь! Против вас массу улик? Каких? Вы следили за действиями Зотовой и просчитали ее план. В ваших вещах обнаружены перчатки со следами краски, а нитка с них найдена на чердаке, с которого стреляла Зотова. Это косвенные улики, я там никогда не был. Жители дома вас опознали, Дедков. А вольник, которому первоначально обратилась Зотова за помощью в покупке оружия, признался, что является вашим информатором. И сразу обо всем доложил вам. Ну и что? Вы же знаете, сколько лжи в этих доносах. Вы спровоцировали разборку в камере Новикова, чтобы послать туда Селиверстова, а Клюева поставить подсадным. Вы руками любовницы убрали неудобного Клюева. На ключах, которым Зотова открывала чердак, ваши фото-жировые следы. Наверняка вы нашли у Зотовой этот ключ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА